Аквагрим, роспись пряников, изготовление коктейлей и многие другие активности. Творческие мастерские и увлекательные игры ждали участников 8-го фестиваля «Солнце в каждом», посвященного Международному дню инвалидов. Представил на празднике свою площадку и центр допризывной подготовки, который размещается на базе 27-й школы. Мы рады оказать посильную помощь и принести радость этим деткам сегодня. Ребята, будущие офицеры, с удовольствием откликнулись на эту просьбу и пришли сегодня помочь этим деткам пофотографироваться. Фотографировались у нас целыми семьями. Учителя вместе со своими девочками, которые прошли медицинскую подготовку, рассказывали деткам, как правильно чистить зубки, как нужно перебинтовать ручку, если у тебя случилось несчастье. И мы вот с удовольствием это им показывали и видели радость в своих глазах. И от этого сами очень радовались. Задачей мероприятия – привлечь внимание к проблемам особенных детей и научить общество быть чуточку внимательнее, добрее, терпимее к тем, кто рядом. Всего в Ленинском районе проживает 1835 детей с особенностями психофизического развития. И из них 284 ребёнка с инвалидностью. На сегодняшнем празднике присутствуют не только ребята с особенностями развития, но и здоровые сверстники – это очень важно, показать инклюзию, показать, что люди, неважно, какие возможности они имеют, они имеют равные права. Системой образования проводится большая работа для организации образования, воспитания всех детей, в том числе и детей, которым особо нужна такая помощь. Дети с ограниченными возможностями могут обучаться в зависимости от степени утраты здоровья в обычной общеобразовательной школе, то есть в классическом классе. Они могут обучаться в обычной общеобразовательной школе, но по программе надомного обучения, по индивидуальному учебному плану. В Ленинском районе были созданы опорные школы по обучению детей с особенностями развития. И 27-я школа, которая на этот раз стала местом проведения фестиваля, была первой. Она стояла у истоков зарождения системы специального образования. В нашей школе обучается 27 детей по специальной программе интегрированного обучения. Семь классов у нас. С ними работают четыре учителя дефектолога и учителя начальной школы, учителя среднего звена. В этот день чествовали профессионалов и просто неравнодушных людей, которые вкладывают свою душу в знания и воспитание особенных детей. Не оставили без внимания и меценатов, которые оказывают посильную помощь детям, инвалидам и их семьям. Белагропромбанк никогда не стоял в стороне. И мы уже на протяжении не одного десятка лет поддерживаем такие проекты. Проекты именно по развитию инклюзивной среды, по поддержке сложных ситуаций, которые возникают в семьях, по поддержке именно таких деток, которые нуждаются в особой любви, в заботе. Мы не можем быть безучастными в судьбе детей, ну, несколько обделённых, может быть, в этой жизни. Поэтому к нам обращаются очень много. Мы очень рады присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Здесь мы тоже являемся уже много лет спонсорами вот этого мероприятия. Поздравляли и награждали в этот день также участников творческих этапов, которые предшествовали фестивалю. А многочисленные яркие выступления-флэш-мобы помогали создать яркую праздничную атмосферу. Каждый нашёл для себя занятие по душе, и никто не ушёл без хорошего настроения. Мне очень нравится. Где ты участвовал? Что ты делал? Рассказывай. В той армии. Ну, а ещё что делал? И спасал утку. Очень ребёнка вовлекают, помогают. Очень нравится, ну, вот сама процедура награждения. Мы участвовали в этом году от класса, в прошлом году сами делали поделку. Нам очень понравился праздник. Всё очень хорошо продумано, детям очень интересно, столько много всего развлекательного. Фестиваль зажёг улыбки на лицах детей, взрослых и подарил много незабываемых моментов. Ведь солнце действительно есть в каждом. От нас зависит самое главное – способность его увидеть. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Людмила Лайт. Людмила Л 끝� um пять. Учения в гракторию. Людмила Л孩у